Приветствую вас. Вы знаете, прочитав ваш вопрос, у меня появилось ощущение, что те симптомы, которые вы описываете, я имею ввиду, симптоматику желания, стремления запомнить какие-то вещи, они, эти симптомы, по моему мнению, связанные с тем, что вы таким образом стараетесь, знаете, защититься от той неопределенности, которая, условно говоря, у вас появилась после того, как вы развелись со своим мужем. То есть, иными словами, вам сейчас, вообще-то говоря, довольно тяжело, потому что с уходом вашего мужа, с уходом супруга, с разводом вы потеряли для себя, как мне кажется, вы потеряли для себя привычные, ну, привычные модели поведения, они, эти модели поведения больше не работают, они, эти модели поведения больше вас не удовлетворяют, и вы ищете какие-то внутренние средства для того, чтобы как-то вот купировать вот эти вот свои переживания, которые у вас есть. Соответственно, я думаю, что, конечно, можно и нужно, наверное, вам обратиться к психиатру или к психотерапевту, как вам, в принципе, сказала моя коллега, вот, но вместе с этим я думаю, что вам можно сначала скрывать, скрывать, дабы ситуацию не, скажем так, не усугублять, значит, вам можно сначала попробовать проработать, значит, травму, которая у вас явно осталась, после, после того, как вот вы расстались своим мужем, ибо травма, она действительно серьезная, она действительно на вас, судя по всему, оказывается довольно серьезное воздействие серьезное влияние. Травма, я имею в виду. И, соответственно, вполне вероятно, что именно в этом основные причины вашего состояния. Вашего, ну, такого вот состояния, когда вы, собственно, ну, чувствуете себя вот такой, я имею ввиду, беспомощный, ни на что не способный и так далее. То есть это момент для, вы знаете, ну, для, возможно, для отдельного разбора с вами, потому что действительно, разбор это всегда тяжелое испытание для человека, и вы в этом плане не исключение. И основная ошибка, которую, ну, которую допускают люди при вот, ну, при переживании этого, при работе с данным типом переживаний и так далее, основная ошибка, которую люди допускают, это такая, что, значит, люди проецируют на себя, проецируют на себя причины, по которым у них произошел развод. То есть, что я хочу этим сказать? Вы не виноваты в том, что случилось. Вы не несете ответственность за то, что случилось. Вы стали по сути дела просто-напросто, своего рода, ну, может быть, не жертвой, жертвой, это, возможно, не совсем правильное слово здесь, здесь. Может быть, не жертвой, может быть, вы просто оказались вот в ситуации такой, когда ваш муж просто понял, что с вами ему, например, не по пути больше. Вот, но в любом случае, что бы там ни было, вы стали думать о себе по-другому после, ну, после этого случая, после того как, значит, ну, после того как ваш муж от вас ушел, вы стали думать о себе по-другому. И вот это, на самом деле, самое, самое тревожное, что вы стали думать о себе иначе, ну, стали думать о себе по-другому. Потому что это говорит о наличии у вас определенной, к сожалению, неуверенности в себе и, соответственно, как следствие, эта неуверенность о себе дает знать именно вот в форме таких вот симптомов. Вам нужно отпустить своего супруга. Я более чем уверен, что это вам поможет. Я более чем уверен, что, отпустив супруга, вам станет гораздо легче, вам станет гораздо спокойнее. Отпустив супруга, вы уже не будете так, как сейчас, переживать по поводу всего этого. Но правда заключается в том, что необходимо найти вот это вот ключевое переживание, да, которое толкнул, толкнул, толкнуло вас на подобные, на подобные действия. Важно именно найти вот это вот ключевое переживание, которое бы помогло нам понять, что с вами происходит. На первый взгляд это, конечно же, развод. На первый взгляд. Но проблема заключается в том, что лично я думаю, что дело здесь не только в разводе. Лично я думаю, что дело здесь может быть и в том, что было с вами до развода, еще и до того, как вы с вами формально перестали со своим мужем находиться в отношениях. А почему я, опять же, так считаю? Дело в том, дело в том, дело в том, что те качества, которые вы проявляете в взаимодействии, да, с людьми, в взаимодействии с мужем, они не взялись из ниоткуда. У них есть причина, и эта причина, она, к сожалению, была с вами еще до этого. И вот эта же причина, она сейчас влияет на вас так, что вы, по сути дела, переживаете, и вы, по сути дела, не можете успокоиться, не можете как-то вот вести себя хорошо, хорошо, вести себя правильно, я имею ввиду по отношению, ну, к себе, да, по отношению к тому, что происходит. И это вам очень сильно не дает жить. Вот. Поэтому можно говорить о том, что у вас все-таки с этой стороны, можно говорить о том, что у вас есть определенные проблемы. можно говорить о том, что это не является главным здесь, а главным здесь является все-таки именно то, что у вас были обстоятельства, которые, ну, по сути дела, опосредовали, обусловили проявления вот там, того, что у вас есть сейчас. И, соответственно, по моему мнению, именно вот на эту тему, на тему этих самых явлений, на тему этих самых ситуаций, вам и нужно поговорить. И тогда вам самой же, вам самой же будет понятнее, что с вами происходит. Не стоит, на мой взгляд, совершать такую ошибку и, например, сразу думать о том, что у вас там, какие-то серьезные, вообще, трудности, да, какие-то серьезные у вас проблемы. И не нужно сразу думать о том, что вам обязательно там нужно сразу к врачу, к психиатру, да, например, и так далее. Вот. Не нужно сразу себя вот на это настраивать. Это было бы не правильно. Скоро, все-таки, я рекомендую вам подумать про решение, подумать про решение своей проблемы в относительно таких, знаете, ну, в относительно нормальных для себя условиях, относительно приемлемых для себя условиях, скажем так. И вот только если вот эти относительно приемлемые условия вам не помогут, если эти относительно приемлемые условия вам ничего не дадут, я имею в виду, если у вас действительно что-то серьезное, вот тогда, конечно, уже безусловно, безусловно можно будет говорить о том, что вам требуется помощь психиатра. Да, да, то есть более серьезная помощь. А пока, пока давайте просто попробуем проработать ваш развод и то, что было до него. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.